всем привет наверняка вы слышали о сне о том как он важен о том что нужно спать 8 часов однако часто бывает такая проблема что ты вроде как ложишься спать вовремя но подолгу не можешь заснуть из-за самых разных причин то задумался о чем-то то успокоиться не можешь что мешает шум или свет и сегодня вы узнаете о том как все-таки заснуть быстро от простых рекомендаций до самых разных веществ некоторые даже опасны так что всегда следует читать по бочке и противопоказания стресс если очень кратко вы не уснете при повышенных катехоламинах адреналин норадреналин и дофамин либо при других стрессовых гормонах поэтому первое что нам нужно это успокоить психику причем начать это делать лучше всего за один-два часа до сна что это означает на практике никакого трэша никакой спонтанности никакого экстрима гнева или злости все это повышает стрессовые гормоны если ваша работа не связана соц сетями то ближе ко сну убираем и их наоборот добавляем релакса и спокойствия через легкую музыку через книги через приятные разговоры я полагаю пункт со стрессом не надо подтверждать исследованиями и еще такая интересная рекомендация для снижения стресса можно использовать беруши и повязку на глаза спорт второй момент уже спорный существуют люди которые после тренировки еще слишком бодры несколько часов и им вообще никак не уснуть другие же наоборот залипают зевают и стоит только прилечь после тяжелой тренировки либо загруженного физически дня сразу вырубает исследования также говорят о разноплановом влиянии нагрузок на отход ко сну так профи в среднем засыпают и спят хуже обычных людей и не особо важно какой-то вид спорта поэтому если вы понимаете что объективно устаете много физических нагрузок вечером лучше не тренить в мета-анализе среди обычных женщин умеренная аэробная нагрузка такая как пробежка плавание велопрогулка улучшает качество сна так что как сработает спорт на скорость засыпания зависит от индивидуальных особенностей попробуйте потренироваться утром несколько дней а потом вечером и сами заметите что будет лучше воздух у нас уже был ролик как улучшить сон ссылка будет в конце этого выпуска там была рекомендация проветривать помещение а смысл что это не только влияет на качество сна но и на быстроту засыпания когда мы ложимся спать то температура тела немного снижается поэтому проще уснется после охлаждения комнаты в идеале через проветривание главная международная организация которая занимается вопросами сна рекомендует ложиться спать вообще при температуре 16 18 градусов вещества выше перечислены рабочие рекомендации чтобы уснуть быстрее обычного но вы же ждете некий андеграунд у нас было два пакета травы 75 таблеток мискалина 5 упаковок кислоты пол соломки кокаина и не просто какой-то мелатонин в капсулах хотя давайте начнем с него и дойдем уже до самой мощи мелатонин это гормон сна и он есть в каждом из нас вместе с галлюциногеном dmt он начинает синтезироваться в шишковидной железе примерно когда мы засыпаем и доказано что добавление мелатонина как добавки за 20-30 минут до сна убыстряет засыпание и добавляет также глубину сна дозировки 36 миллиграмм но на постоянной основе лучше не использовать ввиду упоминаний о негативном действии на репродуктивную систему корвалол внимание вещество содержит фенобарбитал который вызывает привыкание мебель за дозу вы скорее всего продавать не будете но при злоупотреблении без корвалола вообще не уснете основная фишка еще сильнее загасить тревожности стресс плюс он напрямую убыстряет засыпание подходит когда уже ну совсем никак не удается успокоить психику и чем реже прием тем лучше в раз в пару недель 20-40 капель перед сном относительно безопасно али мимозин о нем я упоминал в ролике о биохакинге вообще это самый легкий самый короткий нейролептик он блокирует d2 рецептор к дофамину а дофамин это мотивация азарт навязчивые мысли или зацикленность получается что если не удается уснуть потому что ты слишком много думаешь али мимозин поможет не думать как и любой нейролептик при передозировке он просадит настроение и конкретно так замедлит мозг также внесет разбалансировку в пролактине поэтому его ни в коем случае нельзя беременным или кормящим женщинам дозировки 2 10 миллиграмм за 20 минут до сна в инструкции указано 5 10 миллиграмм но по личному опыту бывает что и 5 миллиграмм многовато более-менее безопасно его применять один-два раза в неделю доксималин вырубит любого конечно в зависимости от дозировки стандартная 7 15 миллиграмм за 20 минут до сна доксималин действительно мощь время наступления первых эффектов через 5-10 минут использовать его часто нельзя снова у нас правило чем реже тем лучше одна моя знакомая иногда совершает длительные перелеты на самолете и при этом имеет чуткий сон с этим веществом не просыпается даже при орущих в салоне детях если же вам назначили любой из перечисленных веществ по каким-то показаниям то слушать стоит только врача и применять так как он скажет есть еще конечно хлороформ есть вещества для наркоза но там уже все слишком опасно потому ограничимся только выше перечисленными веществами итог базовая идея для быстрого засыпания это спокойствие психики а как это уже сделать беруши медитация книги или спорт решать вам важно также температура проще будет уснуть после проветривания и при воздухе 16 18 градусов вещества если вам все это в новинку остановите выбор на мелатонине продается в любом спортивном магазине остальное же больше для таких специфических ситуаций алимимазин чтобы притормозить мысли внутренний диалог фантазии карвалол снизит тревогу и стресс доксималин для самых сложных ситуаций что ж я надеюсь информация была полезна и интересна и сон только станет лучше удачи и до скорого удачи